Шаботофа, Гутевох, хорошей недели! У нас Мишли, урок номер 210, мы находимся в 23 главе и предложение номер 32. Говорит, что Мамеллах, впоследствии как змея оно укусит и ужалит как аспид, я извиняюсь за словосочетание. Надо прочитать прошлый пасук, потому что иначе ничего не понятно. Не смотри на вино, хоть оно красно, хоть придает свет своей чаши, хоть проходит прямо и легко, хорошо идет, но впоследствии как змея оно укусит и ужалит как аспид. Глаза твои видят странные видения, сердце твое будет говорить превратное. И будешь ты, как лежащий посреди моря и как лежащий наверху мачты, били меня, мне не было больно, носили удары, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Я прочитал уже до конца Перека про алкогольное опьянение и теперь посмотрим, начинаем с Мальдумы. Значит, я еще раз напоминаю, прошлый пасук, который мы успели прочитать, говорит, не смотри на вино, хоть оно и красное, придает свет своей чаши, приходит прямо, легко и выглядит очень хорошо. И мы видели, что Гаон Мивильна сказал, что это, когда я вижу вино, оно доставляет удовольствием глазам. С этого начинается то, что мне кажется, что это напоминает, говорит Гаон Мивильна, напоминает историю с Адамом и Нахашем, с Адамом и змеем, которые приходят к Адаму для того, чтобы соблазнить ее, к Хаве в основном, для того, чтобы соблазнить ее поесть от дерева познания. И первое, что видит Хава, что оно выглядит очень приятно для глаз, для пищи. Она делает, продлевает это, если оно так красиво выглядит, так как оно будет вкусное, то есть, насколько это полезно, видит в пользу яблока. Назовем это байнатайм яблокой. Трога, тааны, вина, пшеницы. Есть четыре мнения, которые яблока там нет. Есть четыре мнения, которые есть на эту тему наших хазаль. И вот Хава ест от этого дерева. И то же самое происходит сегодня, когда Ецер Гора приходит, предлагает тебе немножко хряпнуть. И ты смотришь, что вроде как выглядит предложение таким занимательным, приятным. Особенно, если в компании тут ребята хорошие. И вот, и так далее. Но говорить тебе шло Мамеллах, что продолжение этого, что оно тебе будет жалить, как змея, как тот Нахаш Кадмани, о котором мы говорим, змей, который искушал Хаву. И как Цифони и Фрош. То есть оно будет прожигать, как какой-то особый вид яда. И мне кажется, что мы пытались начать это предложение, поэтому прочитаем его Мальбин. Что такое Цефа? Что это за такое вот, которое прожигает, как аспид, как кто-то по-русски перевел. Цефа, это такой вид змеи, что даже яд, даже когда она сходила в туалет, то то, что она выделила из себя, это Эрис, это яд, и он делает Незек. И здесь сказано, что вначале оно впускает в тебя яд, как змея, а после этого она прожигает насквозь. Имеется в виду его Перыш, я перевожу как по-русски, прожигает насквозь. Здесь употреблено слово Перыш. Перыш – это испражнение. То есть то, что она сходила в туалет, она продолжает жалить и прожигать, что его испражнения, это вина, они все равно остаются ядом, который боэр, который пылает в тебе. То есть не только сам во время, когда человек пьет, это ему вредит. Но даже результаты, вино, которое уже вышло из тебя, все равно след его остается и наносит ущерб. Это короткий комментарий Мальбима. Гаон здесь тоже очень коротко комментирует и говорит, что раньше в пасуке 31, который мы с вами только что читали, на всякий случай перечитывали, пасук говорит, что не смотри на вино, что оно красное, потому что, когда ты обращаешь внимание на коз, на стакан, то оно выглядит как то, что ведет тебя по прямому пути. Против этих соблазнов вина говорит тебе пасук, что три вещи были упомянуты раньше, и теперь он говорит другие три вещи. Вкус вина. Он говорит, что вкусно, оно вкусно, пока ты пьешь, честно говоря, мне не нравится. Но после этого оно как нахаш, как змея, которая кусает, раз, и как какой-то очень сильный, ядовитый яд, два. И то, что оно пореш, оно уводит тебя, оно испражнение, испражняет тебя из этого мира. Так объясняет Гаон этот пасук. Я думаю, что мы поговорим немножко отдельно потом, а вначале прочитаем все до конца, все комментарии до конца этой главы, и потом немножко их обсудим. Глаза твои увидят странные видения, сердце твое будет говорить превратное. Здесь довольно хороший такой перевод, поэтому на нем легче основываться. Шлом Амелла говорит. Эйнейха иру зарот. Твои глаза увидят чужое, дословно. Видения чужие, глюки. А лебеха, твое сердце, будет говорить наоборот. Объясняет Мальбин. Глаза твои увидят чужое. В соответствии с тем, что написано. На бни, лебеха ли, обрати твой сын, твое сердце ко мне, то, что отец повышает ребенка. А инейха, твои глаза, пусть увидят даркайта цруна. Увидят дерих пути того, кто создал все. В соответствии с этим, здесь пасук говорит, что посредством вина будет все наоборот. Если в глазах, глаза твои будут устремлены на послезнута, на послезнута, то есть они будут пытаться, глаза твои будут смотреть на занот, на блудниц. Они будут пытаться найти блудниц в связи с тем, что ты будешь вить вино. И увидят нашим зарод, чужих женщин, для того, чтобы лизнотах им агэм, чтобы с ними совершать прелюбодеяние. Мы уже говорили неоднократно, я думаю, что поскольку вся книга Мишли, особенно первая часть, посвящена штейнашим зарод, штейнашим занот, двум видам. Женщин блудниц, женщина, которая не должна здесь находиться, она здесь чужая. Это не ее место, это и называется Ишазара или Ишазана. То вино может привести и приводит к тому, что человек соблазняется и начинает искать вот этих нашим занот. И находит, выимлив его, если сердце его, поскольку сердце, оно отвечает, глаза отвечают больше за Ицаргора, связанные со Знутом, с прелюбодеянием. А глаза больше, это глаза, а сердце больше занимается мыслями, размышлениями. И самая неприятная часть размышлений это минут, это еретичество. И поэтому в результате сердце начнет говорить обратные вещи, тахуфот, то, что перевернуто, наоборот. То есть будут говорить дивры и минут, слова связанные с минутом, с еретичеством, что это ровно наоборот понятие слов хохмы, слов мудрости. Это был Мальбем. Гаон объясняет, что твои глаза увидят чужое. Галлюцинации, видения, которые ты сам себе придумаешь. Говорит Гаон, что здесь сказано, что глаза увидят чужое. То есть пьяный во время своего опьянения, он видит глазами вещи, которые противоречат разуму. Видит какие-то, я не знаю, что придумать, какие примеры, но, в общем, более или менее все понимают, что видит какие-то вещи, противоречащие разуму. Вот корабль полетел так хорошо, красиво, глюки какие-то, еще что-то подобное. И это подобно его глазам, то, что в результате, ему кажется, что это то, что происходит. И поэтому это Мебальбель, это делает Билбуль, такое вот состояние Мебальбаль, состояние непонимания в разуме человека. А сердце будет говорить вещи Тогофот, обратные, вещи, которые противоположны разуму. Что говорить какие-то мысли обрывками, которые будут путаться. И никакого эгайона, никакой логики в них не будут, они будут об этом говорить. То есть, агрозь здесь идет по пути самого простого объяснения того, что произойдет человек, который пьяный. У него начинаются пьяные галлюцинации. Раз, Белочка пришла по-нашему, по-научному. И два, ему то, что он говорит, какие-то обрывки, которые вроде логичны, никак не связаны друг с другом. И получается полная чушь. И мы знаем, как это происходит, когда пьяный разговаривает вокруг, смешно, весело, жизнерадостно первые несколько минут. А Мальбин объясняет, что сакана, которая в этом кроется, что ты придешь к более серьезному. Ты придешь к еретичеству, поскольку логика утрачивается. Нет никакой связи между явлениями. Поэтому ты видишь какие-то вещи. И вместо того, чтобы сделать из того, что ты видишь, нормальные выводы. Во-первых, ты видишь, что черти ж той, сбоку бантик. Там зеленые человечки бегают, еще что-то. В общем, достаточно интересно, занимательно. После этого ты делаешь из этого выводы еще более занимательные. И главное, что идет два направления. Направление знута, тайвы, которые рождает вино. И направление отсутствия логики и приходу. Вместо того, чтобы человек шел к мыслям о торе и по дороге мудрости, он идет по дороге даже не глупости, а дороге еретичества и начинает отрицать основы веры. Продолжим. Я хочу прочесть еще два пасука и потом обсуждать уже немножко. Будешь ты лежать посреди моря, как лежащий наверху мачты. Что означает слово «лежать наверху мачты» и так далее. Смотрим, как нам объясняют комментаторы. Здесь, опять же, очень короткий комментарий на этот пасук Мальбима. Он говорит, ты будешь ли ты находиться лежащим в середине моря. Вначале ты будешь как бы лежащим в море и плывущим по водам этого моря. И будешь воевать с волнами, которые будут. И пытаться выплыть, чтобы волны тебя не унесли куда-то непонятно куда. А после этого тебе покажется, что ты находишься на вершине корабля, на вершине мачты. Что это главная часть Торан, Сфина. Я не знаю, я не очень знаю по-русски, как все эти мачты называются. Но юридиста тоже плохо понимаю. Вот представим, есть главная мачта корабля, которая такая вертикальная палка, которая из середины корабля. А есть на носу какая-то рулевая мачта, которая есть. Которая выходит не вот так вот вертикально, а немножечко под углом. Я не знаю, 30 градусов от носа корабля. И на ней укреплен парус, с помощью которого регулируется направление движения. Так вот, речь идет об этой вот мачте. Что тебе будет казаться, что ты на самом рулевом направлении. Что оттуда ты попадешь в ламитсула, в ловушке Меагра-Рама, Лебира-Амука. Из высокого, с высокой башни ты упадешь в глубокую яму. И там ты утонешь. Так человек, который падает с высоты в глубину, в глубокий колодец, он тонет в дгом, в подземной части, которая называется ибодон, которая называется потеря. Точка. То есть Мальвим дает очень простое, ясное объяснение, что человек вначале, пока начинает пить, он борется с собой, борется с волнами, которые идут, с волнами, которые идут, хочет выбраться на сушу. Но постепенно ему кажется, что он в самом идеальном, на самом верху, в самом идеальном положении, которое есть, ему хорошо. И он вот так вот плывет дальше, и все пропадает. Он падает в глубокую яму. Гаон объясняет этот пасук таким образом. И будешь ты, как лежащий в сердце моря, и как лежащий на вершине мачты. Человеку, который смотрит на вино, изначально мы говорили, в пасуке номер 31, ему кажется, он смотрит на красное вино, смотрит в стакан, и кажется, что это поможет ему идти по правильным путям, по прямым путям. Более того, у него есть осмахта для этого, очень серьезная осмахта, что вино помогает правильно жить. Потому что, кодом коль, яйны смахли льва фоныш, вино радует сердце человека. Митсвак дойл льет бы симха, большая митсвак в симхе, мы знаем людей, которые любят это петь в состоянии алкогольного опьянения обычно. Еще какие-то подобные вещи, он даже может вспомнить Гемора, который говорит, что хорошая квартира, хорошая посуда, хорошее вино, красивая жена, все это расширяет сердце человека, помогает ему учить Тору. Поэтому ему кажется, что вино очень поможет ему в жизни, это самое правильное, чем надо заниматься. И на это отвечает он, что ты думаешь, что вино поможет тебе идти прямыми путями, ты вообще не сможешь ходить, говорит Шлома Амеллах. Но ты будешь как лежащий в море и в состоянии плыть только тогда, когда тебе несут волны. А это состояние, которое называется МЭТ, состояние, которое называется МИТА, смерть. И человек, который находится на вершине мачты, то есть он сидит на корабле, вместе, вот я сказал, это рулевая мачта, я не знаю, есть ли такое словосочетание, есть ли такое по-русски или нет. Я просто помню из картинок вот это вот, о чем идет речь. Но, честно говоря, я вряд ли смогу нарисовать. Давайте для простоты это назовем капитанский мостик. Человеку кажется, что он стоит у руля на капитанском мостике. И изначально он находится в некоторой боязни, что он оттуда навернется. И вот теперь надо представить себе, я, честно говоря, не умею, представить себе состояние, двойное состояние. Человек, которому кажется, что он рулит, и одновременно он понимает, что он находится в середине моря и плывет по нему, не делая ничего. Это человек, который называется умерший, МЭТ. Несмотря на то, что его сердце продолжает быть полно страхов, что он упадет еще ниже. Но он находится не на мачте, как ему кажется. У него страх того, что он навернется с мачты, этот страх у него остается. Но при этом он понимает, что он находится в море, и никакой мачты нет, и цепляться не за что. И он плывет по волнам, и ничем, ничего не может сделать. Это состояние такого человека, которому приводит вот это вот питье вина. Так объясняет Гаон. После следующего посука мы немножечко попытаемся более подробно остановиться. Зачем Шлома Амеллах столько времени агитирует нас, чтобы не заниматься алкоголизмом? Потому что вопрос на поверхности. Как бы то, что не надо стать алкоголиком, большая часть людей более или менее понимает. Я даже думаю, что большая часть народа Израиля по тем или иным причинам вполне с этим справляется, как мы знаем. Человек может выпить, но не эта основная проблема, которая есть у Амисраиля. Что хочет Шлома Амеллах, когда он начинает входить с нами в эту судью и входить очень далеко, очень давно? Сейчас. Он начинает это с 29-го предложения. С 29-го по 35-й посук. А мы видим, что обычно в Мишли 2-3 посука идут на одну тему. Здесь же это шесть посуким, которые посвящены в ряду алкоголизма, что очень полезно узнать, я не спорю. Но тем не менее, царик и юн, почему Шлома так много места в книге Мишли, уделил этой теме. Продолжает он и говорит. Следующий посук. Били меня. Мне было больно. Но мне не было больно. Насили мне удар, а я не чувствовал. Когда проснусь, я буду искать того же. Это говорит вот этот алкаш, с которым говорит Шлома Амеллах. Он говорит, что Меня били без ощущений. Меня оскорбляли, еще что-то носили удар. А я не знал об этом. Мотая киц, тогда, когда я проснусь, я попрошу еще раз это повторить. Классное ощущение. Мне понравилось. Это говорит Шлома Амеллах. И теперь Мальбим объясняет. Здесь уже и Мальбим, и Гаон очень долго объясняют этот посук. И попытаемся с ним разбираться. Били меня, а я не чувствовал. Вначале он говорит, что меня били. А потом, что он не чувствовал халы. Он не чувствовал махалу, он не чувствовал болезни. Этого ощущения не было. И добавляет халмуни. Халмуни это тоже вид ударов, но какой-то более сильный вид ударов. И тем не менее, не только то, что я не заболел от того, что меня били, но также я об этом вообще не знал. Он добавляет, что он находился в постоянном состоянии сна. И тем не менее, хотел проснуться. Не для того, чтобы устраниться от вина. В принципе, он задает вопрос, мотай акулс, когда я проснусь. Но не для того, чтобы уйти от вина. Это нет, не дай бог. Не для того, чтобы я мог повторить этот эксперимент, повторить и выпить еще. На самом деле, я ошибся. Я не тогда посмотрел. Мальбим здесь очень короткий. Это все, что он пишет. До того, как мы начнем читать Гаона, у меня был один раз, ну, я думаю, что все, с кем я разговариваю сейчас, более-менее видели пьяных, видели алкашей, видели людей в самом разнообразном состоянии алкогольного опьянения от первой до последней стадии. Поэтому описывать это я не буду, естественно. Но поделюсь один раз со своим ощущением. Я уже был хорошо верующим человеком. Это было в начале 90-х годов. Я был в городе Ленинграде, куда я приехал, да будет разрушена скорость в наши дни, куда я приехал вместе с еще некоторой компанией ребят. Там открывалась школа, которая потом что-то стала. Школа Мигдалер. И вот мы преподавали в школе, были вечерние занятия. И в частности, я с еще одним человеком, Зеевым. Мы постоянно занимались бритмилами. Шхиты надо было ездить делать. Я уже был какое-то время как шойхитом. Поэтому мне надо было разъезжать. Первое время мы брали шофера с машиной, что было очень недорого. Но немножечко мешало состояние нахождения шофера. Вот мы купили машину. Это стоило абсолютные копейки. Потом продали все то же самое, ничего не теряя. И это было намного удобнее, потому что с парковкой не было проблем. И вот как-то я еду. Это был первый снег, который выпал в Ленинграде. И было достаточно скользко. Поэтому ехал я довольно аккуратно. По главной улице города Невский проспект называется. И вдруг передо мной грузовик резко-резко тормозит. На снегу тормозная дистанция достаточно большая и маленькая. Я понял, что ни при каких условиях я не успеваю затормозить. И объехал его. Причем объехал слева, почти выехав на встречную полосу. Ну, объехал, остановился параллельно ему. Я не успевал затормозиться. Выходит оттуда дяденька. Вы понимаете, водитель грузовика, здоровый такой мужик. И выходит, руки трясутся. И он ко мне обращается и говорит, ничего не мог сделать. Он прыгнул прямо под колеса. Действительно, под колесами лежит человек. Вы представляете, грузовик, когда только на 50 въезжает в человека. Затормозить он никак не успевал. И вот человек валяется там. Выглядело очень, ну так вот, не очень хорошо. И я этому дяденьке говорю, ну ты ничего не мог сделать. Ну давай сейчас приедет ГАИ, засвидетельствуй, что все, что нужно, действительно не виноват. Что можно было сделать. Вдруг этот дяденька, который лежит под машиной, оттуда вылазит на четвереньках. И объясняя нам, используя все возможные, очень однообразные просто, правда, русские словосочетания. Говорит, куда и когда и где, в какой компании нам пойти. И идет дальше по Невскому, не обращая внимания на остальные машины, между машин, которыми частью остановили, частью ехали. Совершенно ни на что не обращает внимания. Кровь, правда, льется с него. Но он продолжает материть нас направо и налево. И спокойно, спокойно идет. У меня создалось впечатление, что Сотан, Ецергора, он бережет свои кадры. Известно, что пьяного моря по колено. И об этом говорит Шлома Мэллах, меня били, а я не чувствовал. Проснусь, и я хочу повторения, мне нравится, банкет, пожалуйста, то есть пол-литра по-нашему, по-простому. Я с удовольствием, это точно требуется. И никакие ощущения, которые были в прошлом. Во-первых, он действительно не чувствует в это время боли. Классно просто. С другой стороны, как бы никаких воспоминаний не было. А если расскажут, ему даже понравится, наверное, на эту тему поговорить, что вот так вот случилось, под грузовик попал и ничего. Это я тоже один раз знаю этого человека. Он выпал из окна третьего этажа общежития нашего студенческого попьяни. Остальные протрезвели в ту же секунду. Он пришел обратно и ничего не помнил. Когда ему рассказали, ему очень понравилась эта идея, что он выпал из окна и ничего не чувствовал. Окей. Никаких ранений не было. Так вот, Гагро объясняет, потом нам надо заняться с вами немножко пояснением всего иньяна. А сейчас Гагро объясняет. Геккини баль халити. Били меня без ощущений, без болезни. Шкия находится очень скоро. Били меня без всяких ощущений. Не скажи. Алейха ва редадим. Баяин ва афхена. Шлома Мелых. То есть, для того, чтобы это объяснить, нам приводится пасук. Пасук, который был в седьмой главе. Давайте его попытаемся рассмотреть. В седьмой главе есть пасук. Леха нарваха додим адгабокер. Пойдемте и будем делать что-то нашим близким до утра. Ниталса баагавим. И будем соединяться, радоваться со своими любимыми. Я очень вольно перевел пасук. Гаон объясняет, о чем здесь идет речь. То есть, мы будем делать наши дела до утра. Что такое утро? Это конец твоих дней. Смерть. До самой смерти будем заниматься митсвотой нашими действиями. Вена алсена баагава. После этого, после смерти. Когда начнет утро. И мы отделимся. Я отделюсь от себя. Тем не менее, я останусь в радости и в любви, которая между нами. То есть, в конце своих дней. Несмотря на то, что человек сделал шугу. Тем не менее. Он будет рад. Если этот человек радуется тому, что у него было раньше. Той любви, которая у него раньше была. То остаются какие-то проблемы. То есть, если человек делал какие-то действия, не самые лучшие, в течение своей жизни. И он говорит. Но к смерти, к моменту смерти, я вернусь, я сделаю от шугу. Но любовь к этим действиям у меня остается. Как удачно, что я их делал. Это тшува. Он говорит, что я больше никогда этого не делаю. Я митхарет, я раскаюсь в этих действиях. Но, в принципе, некое ощущение приятности осталось. Если вы помните анекдот, осадочек остался. Так вот, об этом здесь говорится. Что если то, что человеку было хорошо, приятно, он прилипается к этому. Если ему было плохо, то он оставляет, отдает это, отходит от этого. И следа этого у него не отставляется. И когда прилипается человек к тем ударам, которые ему были нанесены в состоянии алкогольного опьянения, как сказали наши рыбани в Медраше. О чем идет речь в этом пасуке? Есть Медраше Танкума, который рассказывает, о чем идет речь. Был один человек, у которого папаня был пьяницей, алкоголиком, я не знаю. Однажды сын увидел одного пьяного, который сидит, лежит на улице, на земле, из-за того, что он совершенно в дрободан напился. И все его бьют. Он лежит внутри своей блевотины, я извиняюсь. И все над ним смеются, издеваются и так далее. Когда сын это увидел, насколько это противное зрелище, то он понял, что теперь я могу вылечить папу. Он пришел и привел папу, для того, чтобы он увидел это и оставил свой алкоголизм. Что он увидел, насколько противный могиль, гнусное зрелище представляет собой этот алкаш, который валяется в грязи, в глине, и его бьют люди довольно сильно. Когда пришел отец, он бросился к этому шикору, к этому алкашу, который лежал и спросил его, где ты нашел такое хорошее вино, от которого ты смог так набраться? Скажи мне, и я буду пить вместе с тобой и доведу себя до твоего же состояния. Сказал ему сын, разве для этого я привел тебя сюда? Обрати свое внимание и посмотри, насколько гнусно, насколько мерзко вообще то, что ты видишь. И его все бьют. Ответил ему сын мой, знай, что эти удары, которые ему дают, они мне очень приятны, они мне очень полезны. И это то, что сказано после этого. Гакуни, балихалити, бьют меня, а я не чувствую. То есть, когда к нему вино прилепляется, он соединяется с вином до этого состояния, то он говорит, что все хорошо. И наоборот, эти удары, которые я получаю, до такого состояния, что они мне приятны. Я буду сохранять это вино в себе и прилепляться к нему. Потому что один человек, который посмотрит, что этого человека бьют, он попал под машину, еще что-то, он сделает вывод, что может не надо набираться от такого состояния, а другой сделает вывод. Вот здорово, меня побили, а я ничего не чувствую. Вот какой кайф, как удачно все это произошло. И он будет говорить, а если меня били без вина, то что бы было? У меня бы болело все тело, все бы ныло. Жуткий номер. И после этого я был бы больной, меня избили, переломы, еще что-то. А теперь, несмотря на то, что меня побили, я чувствую себя превосходно. Единственная мечта – это повторить эксперимент. И я вообще ничего не чувствовал. Класс. И даже после этого я не чувствую каких-то последствий. Я, когда, пытаясь вспомнить, какой это год был, наверное, 1984 год, если я не ошибаюсь, находясь в Ленинграде, опять же, уже упомянутой в Суе сегодня. Так вот, тогда было, если кто-то помнит, такое тяжелое время, дети, детей войны это называлось. И поэтому не попасть в армию, даже после института, было практически невозможно. Это вот эти вот года, которые наиболее трудные года были. У меня так случилось, что, поскольку я учился в институте и женился очень рано, то с двумя детьми в армию не брали. У меня был один ребенок, и второй был то, что называется Бедерих. Он был уже в дороге, причем так, довольно сильно в дороге. Как сильно? Это был ноябрьский призыв, а ребенок родился в апреле. То есть не так сильно, но уже как бы в планах он состоял. Поэтому мне надо было каким-то образом просочковать полгода. Я думал, что я смогу просочковать тем, чтобы просто не являться военкомат. Но там по каким-то причинам я жил не по месту прописки, но в результате они получили мое место прописки. И я понимал, что они могут прийти в любой момент и забрать в армию. А в армию человек, который соблюдает шаббат и кашут, в советской армии как-то вот, ну не то, чем я мечтал всю свою сознательную жизнь. Да и вообще, как бы, отношение к советской родине у меня было несколько быдявитное, постфактум. Я не собирался ей вредить, но не собирался вот служить в армии, короче говоря. Вот, в связи с этим надо было сочкануть полгода. Я планировал одним образом, у меня не получилось. Короче говоря, в результате это произошло путем платной консультации у нейрохирурга и сочкованием сотрясения мозга. После этого я сам давал такие консультации, много народа сочковали сотрясение мозга. Это казалось очень легко. Но для этого я сымитировал сотрясение, мама мне поставила такой фингал на лбу хороший, еще что-то. В результате после этого я попал в больницу. И в больнице я был в палате, где кроме меня еще одного человека, еще двух. Палата была большая, человек 20. Три человека попали вот какими-то разными способами. И даже я официально упал, ремонтируя гараж. Все остальные попали по пьяни, по драке и в основном через вытрезвитель. И они делились своими воспоминаниями. Я могу сказать, что Шлома Амеллах говорит Лаиньян. Он явно знает, на какую тему шла речь. Восторг рассказов по тому, как их побили. Восторг, что они ничего не помнят. Восторг от их алкогольного опьянения был такой, что я даже пару человек спросил, а что такая радость от этого. Но я понял в какой-то момент времени, очень быстро, в первый же день, я понял, что обсуждать совершенно не о чем и не с кем. Потому что когда на визите врача, которая, кстати, была еврейка, Аронова, я до сих пор помню, когда она приходила и спрашивала, что случилось, каким образом сотрясение мозга, и меня она спросила, я сказал, что помогал папе ремонтировать гараж, и оттуда навернулся, потому что было скользко после дождя, и навернулся головой с двух метров, и дальше болит голова. Не помню, какой-то момент я, судя по всему, потерял сознание. И рассказывал, как меня учили. Простые какие-то вещи. Вся палата смеялась, как я не знаю кто. Как будто они видят выступление одного из лучших юмористов с мировым именем. Потому что попасть в палату с сотрясением мозга не по пьяни, не по драке, им казалось настолько весело, что просто вот я даже порадовался немножко за них, и понял, что дальше обсуждать не о чем. Не о чем. Потому что это счастье по пьяни попасть в больницу с сотрясением мозга. Говорит Шлома Амеллах, халамони бледат. Я получил какие-то ранения без даты, без какого-то знания. То есть, я объяснил это так, как объяснил Мальвин. Что какие-то тяжелые удары, и ничего не знаю. Агаон объясняет, что это удары не по телу человека, это прошлый вид ударов, который мы обсудили. А это денежный ущерб. Я потерял деньги, но ничего не знаю, ничего не помню. Что обычный человек переживает, когда он находится в двух испытаниях. Первое, ему больно, потому что ему дали по одному месту. И второе, что он потерял какие-то деньги. И он говорит, что обе эти вещи коснулись меня. Говорит этот алкаш. А я ничего не знаю, мне ничего, мне нормально, очень хорошо, мне нравится. И это то, что сказано. Мата и куц, то есть, когда я проснусь, отрезвлею от этого вина, я добавлю, буду дальше пить. И дальше я буду просить, буду искать, как можно выпить. Больше вина и лучшего вина. То есть, я хочу больше того, что я выпил. Как сказано, лимсох шахар. Я буду искать шахар. Шахар это вот алкоголь. То есть, ля арбот баштия. Я буду увеличивать количество выпитого. И искать вино, которое надо разбавить, чтобы оно было более крепкое. Чтобы удовольствие было более полное. Это вкратце, такой, не вкратце, а пересказ того, что здесь произошло. Теперь я хотел бы немножечко общий иньян рассмотреть. То, что им альбим и гаон говорят нам, не входя в глубину того, что здесь произошло. Если говорить просто, очень поверхностно, то шло мамелых предостерегает человека от того, что он войдет в алкогольное опьянение. Выглядит это хорошо, результат от этого плохой. У него будут глюки, его будут бить, ему будет до лампочки. И более того, не просто до лампочки, он будет восторгаться тем, что ему совершенно не было больно. И будет искать возможности повторить то, что произошло. Это в двух словах то, что здесь сказано. Теперь давайте попытаемся войти немножечко в глубину того, куда нас вводит шло мамелых. И то, что Бедерих Ремис намеком нам сказал гаон. Существует вино? Существует гаон нам в каком-то пасуке. Одну секундочку. В пасуке номер 31 гаон говорит о том, что когда человек смотрит на вино, оно ему кажется приятным, вкусным. И это похоже на дерево познания добра и зла. И предостерегает, несмотря на то, что тебя к этому влечет, знай, что результат будет яд, который говорит пасук 32. Попытаемся увидеть связь через сугью, которую нам гаон вводит в эту историю. Попытаемся ее проследить. Человек видит вино, и ему это кажется приятным, правильным. Более того, пасук говорит, что это не только приятное, а... Сейчас, секундочку. Не смотри на вино, хоть оно к расту, придает свет своей чаже, и идет прямо и легко этот дословный перевод. А гаон говорит, что тебе это выглядит, как будто бы благодаря вину ты пойдешь путем прямых. Если вы помните, то есть понятие цадик и понятие ешар. Цадик – это праведный человек, который борется с ецергорой. Ешар – это человек, которому он не просто смог преодолеть ецергору больше, чем праведник. Он еще смог найти тот путь, который лично его прямой путь в службу Всевышнему. И этот путь, который наиболее рентабельный, который есть для той души, которая в нем находится. И поэтому ешар – он выше, чем цадик. И вот есть понятие «масилат ешарим» – путь вот этих прямых людей. И человеку, который видит вино и изначально думает, пить или не пить, вот в чем вопрос, он думает о том, что с помощью вина он сможет пойти по дороге, которая называется «дерих масилат ешарим». И Шлома Амеллах предостерегает, что это путь Нахаша, путь змеи, а в результате попадешь в другую ситуацию. Давайте посмотрим два цада, две стороны, которые могут быть и вина. Та сторона, которую человек смотрит, она ему кажется прямой, красивой, правильной, по которой он может идти по прямому пути. И вторая сторона, которая приводит к тому, что ему бьет, он лежит в луже, его бьют и так далее. А в результате это яд, который к нему приходит, а ему это нравится, он не понимает, что он получил яд. И если проснется, когда проснется, он хочет повторить это еще один раз, и не один, а много раз. Мы штейтс дадим. Какие два пути против первого, из которых предостерегает нас Гаон? Он говорит, что это связано с тем, как Хава увидела дерево познания, и ей показалось, что это дерево познания поможет, и это правильный путь, по которому надо идти. Нахаш показывает ей дерево и говорит, что Всевышний сам ел от этого дерева, и он научился творить миры. Если вы поедите от этого дерева, то вы тоже научитесь творить миры. И увидела женщина, что это Хава, что это дерево красивое и вкусное, и ела, дала мужу, и он тоже ел. Что увидела Хава в этом дереве? Одно из мнений, которые есть в Талмуде, в Геморре Брохас, что это дерево, это было виноград, из которого делается вино. То есть, то, что они ели от дерева познания добра и зла, это значит, что они пили. После этого Нах, который выходит из ковчега, из Таевы, первое, что он делает, он сажает виноград, потому что он видит необходимость винограда. Лот пьет вино, и в результате происходит то, что происходит, и так далее. Но вино как таковое, все эти люди, мы говорим не просто о людях, мы говорим о людях, которые имеют направление циткуса, праведности, очень высокое. И тем не менее, они видят в вине нечто позитивное. И мы знаем, что у нас с вином тоже связаны определенные митцвод. Рабонам установили кедуш, благословление в шаббат, именно на яин, рвиз яин, который является необходимым для кедуша. Возлияние на жертвенник делается вином, которое делается не один раз, много нысохим, которое делается, делается именно вином один раз в год, семь дней в году. В суккот это делается водой, остальные дни это делается именно вином. И мы видим, что вино это нечто, что такое вот, есть в этом что-то. Есть понятие козброха. После того, как мы ели еду, Берхадамазон мы читаем, локотхилы изначально надо читать на коз и выпивать рвиз вина, ров рвиз. После Бритмилы, когда дают имя ребенка, то тот, кто дает имя ребенка, он выпивает рвиз вина, пробует хотя бы вино для того, чтобы сказать броху на вино. И даже есть мнение, мы не наггим это, но шельханурок посак, что после того, как муж и жена женятся, если она бетула, девушка, он ровак, то надо после того, как была супружеская близость, надо сказать броху на коз вина. Это одна из, после, не до, это одна из необходимых вещей, рамбам басах, что это нужно делать, кто-то пишет, что не нужно, сегодня это бенгаклонаху. Но существует определенная броха, хвалы Всевышнего, которая связана тоже с вином. Мы видим, что вино имеет какие-то вещи, которые являются позитивными вещами. Я понимаю, что я говорю обратное тому, что написано в Шлома Амелаха, но вы тоже понимаете, что то, что я говорю, имеет значение, оно имеет место быть. И еще есть мидраж, который, наверное, тоже более или менее известный мидраж, о том, что после того, как этот мир придет к логическому завершению, Всевышний во время Тхиязам и Тима оживления мертвых устроит пир для праведных, на котором будут угощать нас мясом рыбы левиатан, шор-габар, дикий бык отдельный. И Тарнеголь-абар, на самом деле дикий петух, шор, определенный бык. И нас будут угощать вином, которое хранилось внутри себя, внутри винограда, с 7 дней творения. Вино, которое еще Хакодыш-Быргу посадил в Ганедане. Должно быть хорошее вино, вполне приличное. И это то, что будут давать праведникам. И этот пир, связанный с вином, это обязательная часть. И еще один момент. Те, кто были на Бритмиле, в основном это могут видеть мужчины, женщины не могут, знают, что одна из частей Бритмилы это мцица. Когда отсасывается, обычно это через такую специальную трубочку делается, можно через шприц, обратной стороной шприца. Отсасывается кровь из дальних частей тела. И делается это перед тем, как это сделать. Мойл берет в рот немножко вина и отсасывает эту кровь. Потом вместе с вином выплевывает. Но эта кровь отсасывается, смешивается с вином. Потому что вино, гематрия, слово вина, это сот, тайна. Них нас яен, ецесот. Входит вино, выходит тайна. В простом понимании, человек, который пьянеет, он не может хранить тайну. Он всем рассказывает. Но здесь есть еще одна накуда, что тайная часть Торы, тайны Всевышнего, они даются человеку, который немножко пользуется вином. И это вино помогает раскрыть тайны Торы. Гематрия, числовое значение слова вина, это сот, тайна. И через вино Хакодышбрагу помогает нам постичь какие-то части Торы. Поэтому в тот момент, когда нам показывают, ты смотришь на вино, я сейчас перечислил какое-то количество вещей, надеюсь, что это никого не приведет к алкоголизму. Я думаю, что я не настолько убедителен, чтобы смочь это сделать. Но тем не менее, прочитав вот эти вот мидрашими, эти кусочки, проанализировать кусочки, где Тора Хахамим заповедует нам, говорят, что вино является кусочком митцвы, понятно, что после этого человек, который смотрит на вино, он видит, что это вино красное, приятное, вкусное, полезное и так далее. Приходит Шлома Меллах и говорит, что все это неверно. Как Шлома Меллах может такое сказать? Мы же видим, что Хазаль Тикну нам, установили нам кучу вещей делать именно на вино. Есть какие-то Таамимбы Кабола, которые вино настолько важны. А Кодышбрагу Всевышний лично, а он тоже немножко понимает в разных видах диеты, А Кодышбрагу лично, несмотря на все, что написал Шлома Меллах, обещает праведникам, что им дадут вино, которое хранится с шести дней творения. То есть мы видим, что в вине есть аспекты позитива достаточно большие. А здесь Шлома Меллах вдруг вводит нас и говорит о том, насколько это опасно. И вроде как вещи, которые он сказал, Гагро и Мальвин специально не говорят, что это Балашон сот, Балашон тайны, хотят там объяснить, что это Балашон нигла открытым способом. Потому что это то, что мы все видели, и к чему может привести злоупотребление этим напитком. Так в чем суть вот этих двух сторон? Попытаемся теперь немножечко коснуться и разобраться с этим. Я помню некоторые свои ощущения. Я, по-моему, кончил школу, был после 10 класса. Ездил с мамой. Мы ездили по такой у нас был Тиюль, по Закавказью. Армения, Азербайджан, Грузия. И какой-то гостиница на три дня мы оставались в Ереване. Она была под Ереваном, на Ире такая гостиница, на горе я хорошо ее помню. И вот там рядом какие-то такие типа сельских домов, частный сектор. Когда выходишь из гостиницы, причем в какое бы время я не выходил, я наблюдал одну и ту же картину. Сидят несколько армянских мужчин средних лет, может быть, я не знаю, может лет 50, 40-50 лет. Может, они были старше, мне казалось, не знаю точно. Такого неопределенного среднего возраста. Несколько мужчин и пьют вино, закусывая дынем, арбузами и виноградом. Причем в любое время, с раннего утра до позднего вечера. А жены им подносят закуски и меняют бутылки. А они продолжают о чем-то по-армянски разговаривать и пить, пить. Причем вот я не преувеличиваю, с утра и до позднего вечера они не пьянели. Там был коньяк, вино, они не пьянели. Они постоянно сидели в этом вот состоянии. Выражение лиц, блаженство, которое на лицах нарисовано, это, я думаю, что такое примерное выражение лиц будет у тех цадиким, которых пригласят пить вино, которое шести дней творения, и угощать левиатаном. Это полный предел мечтаний. Тайва, доведенная до состояния х в степени n плюс 1, n стремится к бесконечности. И вот такое вот состояние полного блаженства и полного безделья целыми днями. Мы там были три дня, все три дня одни и те же постоянно вот так вот находились. Биттлзман, уничтожение времени. Это понятно, что это связано сегодня с вином. А что такое позитивная часть вина, о котором говорится? Праведники, которые будут угощаться вином, лично Всевышний будет угощать, кедуш и так далее, и так далее. Для того, чтобы это понять, нам нужно войти в сугью, которая имеет очень тонкие границы. И поэтому я надеюсь, что нам удастся коллективно правильно понять, о чем идет речь, чтобы здесь не было ошибки. Существует ецергора, который называется тайва. Тайва – это поглощение человека удовольствиями этого мира. Удовольствия этого мира, которые существуют, они могут выражаться абсолютно в чем угодно. Они могут быть абсолютно разрешенными удовольствиями этого мира, могут быть абсолютно запрещенными. Разница, понятно, что огромна. Но когда человек живет, и эти удовольствия становятся его сутью, и то, и другое очень страшно. У меня нет с собой книжечки, которая называется «Масилат-Яшарим» здесь. Поэтому не страшно. Я приведу, не надо, я своими словами расскажу. «Масилат-Яшарим» есть такой шар, там, глава, которая называется «Пришут». «Пришут» – это отделение себя от разрешенных вещей. «Масилат-Яшарим» идет по ступенькам. Есть первое качество, которое называется «Згерут». Это качество, когда человек должен быть внимательным, чтобы, не дай бог, не коснуться какого-то запрета Тора или Раббанана. Следующее качество – это «Зарезут». Человек должен спешить, находиться постоянно в спешке, никогда не находиться в состоянии статики, он должен быть динамичен. Он должен бежать, стремиться к исполнению заповедей. Есть третье качество – «Накиют». Внутри первых двух заповедей, которые я делаю, и «Асэ», и «Лотэ-Асэ», я должен быть «Наки». Я должен стараться, чтобы меня не затумило прикосновение к чему-то запрещенному. И следующее качество, которое называется «Пришут», потом «Хасидут». Сейчас в шар «Пришут», в качестве, которое называется «Пришут», «Масилат-Яшарим» сам задает вопрос. Что такое «Пришут»? Это заставить себя, привести к себе к тому, что я уделяю как можно меньше вниманию разрешенным вещам, удовольствиям, которые разрешены миром. «Пришут» делится на три части. «Пришут» – отделение дословно себя от удовольствия, материальности, первая часть. Второе – отделение себя от запрещенных законов. То есть я хумрю, я добавляю к запретам, которые дала Тора и Рабаним, чтобы не прийти к нарушению какого-то закона. И третья часть – это «Мингагим». Я митнагэк, я ввожу себе какие-то обычаи, мои личные, необычи, которые есть, которые отдаляют меня как можно дальше от всего материального и запрещенного и так далее. Это три части «Пришута». Возьмем первый из них – запрет на получение удовольствий даже от разрешенных вещей. Тора не предписывает тебе устраниться от этого, то есть Тора не предписывает тебе, что это тебе нельзя, но ты пытаешься убрать это из своего рациона, своей жизни, привести это к минимуму и так далее. Маседат Ешерим задает вопрос, что тот же Шлома Амеллах, который говорит, один из источников этого понятия «Пришут», а именно «Бхоль драхейха даегу» «во всех своих путях познай Всевышнего», не идет речь о том, что ты должен познать Творца в том, что ты не ешь запрещенной пищи, не то, что ты должен делать то, что Тора тебе предписывает, это и так понятно, говорит Шлома Амеллах, ты должен познать Всевышнего в довар шут, то, что хочу – делаю, хочу – не делаю. Ты должен в этом ликадеш себя, осветить себя. И об этом говорит Парша в Торе, второе предложение 19 главы Ваикра, говорит, что «Кдашимтиюки кадошани гашемалокейхан» «Святые будьте, потому что свят я, Всевышний ваш Бог». Раша объясняет, Рамбан объясняет, Раша немножко более локально объясняет, Рамбан объясняет, что такое «Пришимтию», «Кдашимтию», «Будьте святыми», «Пришимтию», «Отдалитесь от разрешенных вещей». Рамбан считает, что это заповедь Торы, у него есть некий махлокис, спор по поводу объяснения этой заповеди с Рамхалем. Рамхаля объясняет, что заповедь про «Шимтию», «Медат пришут», это точка, «Пришут», «Отдались от разрешенных вещей». Это для того, чтобы не приучить себя к разнообразию разрешенных вещей, чтобы в результате не коснуться чего-то запрещенного. Это мнение Рамхаля. Мнение Рамбана более суровое, что даже если нет никакой возможности коснуться запрещенной вещи, не поэтому Тора дала тебе заповедь «Кдашимтию», «Пришимтию». Это заповедь, которая связана с тем, что человек должен постараться убрать от себя удовольствие этого мира по максимуму, настолько, чтобы он не оказался мерзавцем в рамках Торы. Все, наверное, слышали этот термин Рамбана, «мерзавец в рамках Торы». Тора этого не запрещается, но я становлюсь мерзавцем, делая только разрешенные вещи. Такое вполне возможно. Потому что человек должен осветить себя, посвятить себя в Творцу, а не погрязнуть удовольствия этого мира, которые разрешенные удовольствия этого мира. Это махлопис между Рамхалем и Рамбаном. По-моему, я однажды уже о нем говорил. И Рамхаль задает на себя Кушью. Рамбана та же самая Кушья. Что как же ты говоришь, что человек должен отдалиться от разрешенных вещей этого мира, когда есть гемора в трактате Иерушалми. Гемора в Иерушалми Орла говорит, что в будущем человек даст Дин и Хижбон, он будет отвечать перед Всевышним за все, что видели его глаза. Он мог это взять, поесть, попробовать. У него была эта возможность. Материальный достаток был. Вещи находились рядом. Не нужно было сложно за ними гоняться. Он мог это взять, попробовать, и не сделал этого. За все эти вещи человек даст отчет перед Всевышним, почему он это сделал. Или Хойра говорит Масилат Ишарим. Это тяжелая Кушья. Между Шлома Амелахом, который говорит, и тем же Шлома Амелахом в Кагелите, который говорит, очень часто люди цитируют эту фразу, я ее сейчас переведу, и цитируют, давая ей неправильный оттенок, не будь слишком праведным, не надо быть святее Реби, не будь слишком праведным. И люди из этой фразы Шлома Амелаха в Кагелите пытаются выучить, что надо нарушать заповеди, примерно. Я почти не утрирую, я немножко утрирую, понятно, но чуть-чуть. На самом деле, извращая этого Шлома Амелаха, а извращать кусочки Торы. Как мы знаем, человек, который это делает, он лишается удела в будущем мире. Это называется Мегалеп Анимлы Тойра. Человек, который открывает новое лицо Тори, он изменяет, он дает новое лицо Тори, то лицо, которое Всевышний Тори не давал. Это является запретом Тора, за который человек лишается Алла Маба. Поэтому надо очень аккуратно быть и не придумывать новые свои дрошот, свои объяснения Торы, а вначале хорошо, и вначале, а лучше и в конце. Хорошо выучить то, что уже сказали наши Хазаль на эту тему. Как правило, этого достаточно. Дальше не обязательно двигаться. Так вот, Масилат Ишарим спрашивает, как совместить эти две вещи, Альти и Ацадик Гарбе, они будут слишком праведны, с тем, что ты в будущем, Дождин и Хижбон, это одна и та же вещь, за все, что ты не попробовал, что ты мог попробовать, тебе было разрешено, с тем, что у человека должно быть Медат Пришут. Объясняет Шлома Меллах, Масилат Ишарим Рабхаль, что ответ очень простой. Человек должен, обязан брать в этом мире все вещи, которые ему необходимы. Те вещи в мире, которые являются необходимыми для человека, на каждом уровне, это разные вещи, у каждого человека свои. Если он этого не делает, он за это ответит, за базар. Но те вещи, которые не являются необходимыми, человек должен от них отдаляться от удовольствия этого мира, и это Медат Пришут, который Тора предписывает. Говорит Масилат Ишарим, что это очень легко сказать, но это остается на шеку льда, на взвешивании каждого человека, поэтому это очень тяжело сделать. Теперь вернемся к нашему вину. Вину Акодыш Барху создал в этом мире, и нет ничего, что он создал, что не создано для того, чтобы обратить это к святости, к душе. У человека есть боя, таава, желание получить удовольствие, когда он делает что-то для того, чтобы получить результат в виде материального удовольствия этого мира. За это, от этого надо отдаляться, и отдаляться очень серьезно. В виде алкоголя, поскольку вино это одна из таких таавод определенных, здесь нужно поставить себе границу, которая должна быть очень четкая. Но есть какая-то вещь, которая необходима. Человеку нужно какое-то минимум релаксации, отдыха. Ему нужно вино не только для состояния здоровья, может быть, из этого можно легко обойтись, но ему нужно сделать такую вещь, когда я беру и кусочек материального мира, обращаю в стороны святости. Я освящаю его. Сам перевод слова кедуш аль-гаяин это освящение на вино. Я использую вино для того, чтобы осветить этот материальный мир. Всю материю, которая есть в этом мире, а вино это одна из нижних накудот, нижних точек, элементов этой материи, я обращаю ко Всевышнему во время кедуша, во время освящения на вино. На вино, когда в шаббат я возвращаю все, что есть в этом мире ко Всевышнему и делаю возвращение искр святости. Я просто об этом уже говорил, поэтому я сейчас коротко. Я соединяю искры святости материального мира с Творцом. Когда я делаю, беру то, что есть в материальном мире, собираю это и возвращаю это ко Всевышнему и соединяю это с источником света, Творцом, то в этот момент я микадеш, я освящаю то, что есть в этом мире. И этот процесс называется к душа, освящение. В тот момент, когда я это делаю, ну, возьмем на примере вина, не для того, чтобы сделать кедуш, а чтобы набраться, то происходит совершенно иной эффект. И я хочу остановиться на том, как объяснил нам Шлома Амеллах этот эффект. Человек находится в море и чувствует себя как будто он наверху на самом высоте мачты. Существует понятие, мы когда-то, по-моему, с вами обсуждали, есть такое, у меня очень мало времени, есть такой Тана Гилель, который говорил, если я здесь, то все здесь. И совершенно непонятно, что имел в виду Гилель. Если я здесь, то все находится здесь. В этом мире, весь этот мир, это ям, это море. Море, которое сделал Шлома, ям Шель Шлома, который был сделан в Бет Мигдаше, для того, чтобы показать и проявить нам, что такое суть этого мира. Человек должен переплыть этого моря. От того берега, на котором он образовался, он должен перейти на другой берег, который называется Аламаба, который называется грядущий мир. Переплыть море можно только на одном плавательном инструменте, который называется корабль. Корабль на иврите «они-я». Ани-я происходит от слова «они». Они – это я. Человек не может не воздействовать на этот мир и находиться в этом мире, просто плыть по волнам. Он должен, чтобы превратиться в корабль, который переходит море от рождения до смерти, переход этого моря, переход из Аламазе в Аламаба, и он должен осуществить его сам, когда он плывет по волнам, против течения, по течению, так, как нужно в данный момент времени, для того, чтобы перейти и сделать те действия, которые он обязан сделать. Елель говорит, если я здесь, то все здесь. Когда Акодыш Барагу создал этого человека, если человек осознал собственное я, то он знает, что все килим, все инструменты для Авата Дхашем, для службы Всевышнему, у него уже есть и готовы. Он должен использовать Тору и Митсвас и зарядить это в то я, которое создало ему Всевышний, для того, чтобы пройти этот путь. Но для этого он должен каждую минуту понимать, что он делает. в нашем мире сегодня не только вино, наркотики, интернет, игры, которые существуют, появляется мир, который называется мир иллюзии, когда человек делает попытку забраться на мачту и уйти из того мира, в котором он находится, от тех проблем, которые у него есть, закрыть глаза и ощущать себя на самом верху. Это может быть в онлайн-игре, так как мне рассказывали, я небольшой специалист по этим играм, это может быть в онлайн-игре, когда человек чувствует себя самым сильным, потому что он всех вырубает, а то, что находится здесь, рядом с ним, он уходит из него, у него есть виртуальный мир, в котором он находится. Это может быть виртуальное общение через какой-то там Facebook, я могу перепутать что-то, поэтому извините за безграмотность. Это может быть через наркотики, сегодня вино это легкая часть того, о чем мы говорим. Все это Шлома Амеллах называет одним словом шикор, человек, который напивается, который находится в море, а ощущает, что он находится на мачте. И существует человек, который использует вино для того, чтобы собрать святость, которая в нем есть, и соединить с Творцом. Это и есть пир Левиатана, на который будут приглашены цадики, которым будет дано вино, которое находится в винограде с шести дней творения, которое является содом тайны познания Торы Всевышнего, то есть тайны понимания того, как своими действиями мы поднимаем те искры святости, которые находятся в материальном мире и соединяем их с Творцом, со Всевышним ворогом. Таким образом, вот эти вот несколько псуким, которые мы прочитали, которые на первый взгляд рассказывают понятные нам вещи, должны приобрести немножко более серьезный оттенок, оттенок понимания того, что такое реальность и что такое иллюзия. Вот, на этой ноте я заканчиваю. Ибо из рада Шемид Барах в следующий раз мы начинаем 24 главу. Мишли, всего доброго, спасибо, до новых встреч.